Музыка Уважаемые товарищи, продолжаем заседание комитета, российского комитета рабочих. Подходим к рассмотрению второго вопроса. Второй вопрос звучит. Борьба за повышение реального содержания заработной платы. Слово предоставляется Сергею Александровичу Горбушкину. Сергей Александрович Горбушкин, электромонтер, город Витросталь. У меня вопрос о борьбе за повышение реального содержания заработной платы. Он не первый раз поднимается на российском комитете рабочих и он будет подыматься все время, будет актуальным все время до тех пор, пока у нас есть товарное производство. И рабочая сила также считается товаром. Все товары при капитализме, втором производстве, все товары продаются по стоимости. И рабочая сила тоже продается по стоимости. Но стоимость – это затраты труда, а денежное выражение – это цена рабочей силы. И цена от стоимости, она может отличаться в меньшую или большую сторону и практически всегда цена колеблется. Это мы можем увидеть очень ярко, это проявляется в настоящее время, когда цены на товары очень быстро растут. И это прям очень сильно заметно. Причем, что цена может отличаться от стоимости заметно. Вот я замечаю по кошачьему корму, например, один и тот же корм и в разных магазинах цена отличается в 2-3 раза. Хотя это один и тот же корм и он не перевезен, не закуплен по новой цене, а просто лежит на складе и продавцы каждый день переписывают ценники. В каком-то магазине большая пачка, он может стоить 2000, в каком-то 4, в каком-то 3, в каком-то 7. То есть мы видим, что цена она все время гуляет в разных пределах. Также и цена рабочей силы, то есть зарплата, она тоже у нас гуляет в очень широких пределах. И вот по статистике, по исследованию Росстата, правда выборочному, за апрель 2021 года, средняя зарплата, бруто, это до вычета всех налогов 56 тысяч рублей. Ну мы знаем, что налоги у нас составляют почти около 60%, где-то 40-60% налоги, можно посчитать. То есть на самом деле это делить на 2 надо. При этом модальное значение – это самая часто встречающаяся зарплата 27 тысяч рублей, а медиальная зарплата – это 50% зарплаты выше этого числа, 50% зарплаты ниже этого числа – 40 тысяч рублей. Вот. Большая или маленькая – это зарплата. У нас есть научная методика определения стоимости рабочей силы. Как на любом производстве, любое средство производства, оно имеет свою цену, свою стоимость и, соответственно, цену денежного выражения. Вот. Ну и определяется за общественно необходимыми затратами труда на производство этого оборудования, например, или средства производства, или расходных материалов. И на производстве есть бухгалтерия, плановый экономический отдел, они все считают, все затраты, сколько было затрачено рабочего времени, сколько было затрачено материалов. И, исходя из этого, накидывают еще прибыль предприятия, исходя из этого рассчитывают цену, рассчитывают стоимость, а потом уже ценой можно спекулировать выше или ниже. Вот. И также рабочую силу человека мы тоже можем взять, потому что мы знаем, чтобы воспроизвести нового работника, нужно ему где-то жить, что-то есть и, соответственно, учить его как-то развиваться творчески, потому что сейчас с развитием информационных технологий необходимы люди, которые программисты, да, там, так скажем, и станки все у нас с числовым программным управлением, управлением, вот. То есть, человек должен быть всесторонне образован и всесторонне развит, в том числе и творческий. А для этого ему нужно посещать театр, заниматься музыкой, смотреть какие-то художественные фильмы. При капиталистическом обществе, обществе товарного производства, это все стоит денег. То есть, и квартира стоит денег, и походы в театр стоят денег, и обучение стоит денег, и, соответственно, еда, все стоит денег. И мы можем, соответственно, посчитать, сколько нам будет стоить денег вырастить нового программиста или вырастить нового рабочего. Соответственно, квалифицированный рабочий, ему нужно качественно, хорошее обучение, оно стоит дорого. Программистное обучение стоит еще дороже. Если мы хотим получить какого-то профессора, то его вообще надо еще дольше учить и еще плотнее. Если это врач, то, сами знаете, там ординатура, аспирантура, это тоже очень много времени. Это все затраты средств, которые общество должно затратить, чтобы воспитать качественного специалиста, чтобы процесс производства с производства все ими продолжался. Вот такая методика была еще предложена Марксом, и в фонде Рабочей Академии постоянно наши товарищи пользуются для расчета стоимости рабочей силы в разных городах при текущих ценах. Берется в среднюю продолжительность трудовой жизни 25 лет, на 12 месяцев, 300 месяцев. Берется вся сумма средств, которые нужны, чтобы воспитать, воспроизвести нового работника. То есть, это сумма жилья, квартиры, все, что я сказал, билеты в театр, еда, образование и так далее. И делится на 300, получается, сколько должен работник получать в месяц, чтобы вырастить нового работника. Такие расчеты, ну, Маркс еще делал это давно было, а товарищи из фонда Рабочей Академии такие расчеты делали с 2011 года. Вот некоторые данные я приведу. В 2011 году, то есть, по ценам даже еще 2007 года, для Ленинграда стоимость рабочей силы составляла 143 тысячи рублей. То есть, работник должен был получать 143 тысячи рублей, чтобы воспитать нового, квалифицированного рабочего. В 2016 году для Москвы эта величина составляла 276 тысяч рублей. Но от города к городу эта величина меняется, потому что цены могут отличаться, как я уже говорил, цены везде разные. Плюс инфляция, то есть, повышение цен на все товары, кроме товара Рабочей Силы. Инфляция у нас постоянно есть, это инструмент буржуазии, чтобы грабить рабочих поэффективней. Ну, в Москве цены на все всегда дороже, плюс инфляция, поэтому мы видим, что разница большая. В 2019 году в Москве эта величина уже составляла 300 тысяч рублей, ну, в связи с инфляцией. При этом в 2019 же году для Москвы, если эта величина составляла 300 тысяч рублей, то для Московской области, город Загорск, эта величина была рассчитана в размере 162 тысяч рублей. То есть, в Москве жить в два раза дороже, чем в области. Но Загорск – это километров 100, наверное, от Москвы, то есть, там подешевле жить. Ну, основная разница в жилье. Москва – самый дорогой город, самое дорогое жилье там, и поэтому такая большая разница. В 2019 году в Донецкой Народной Республике считали эту величину, и она составляла 95 тысяч рублей. Это при том, что мы знаем о том, что у шахтеров зарплата, которую им с горем пополам выплачивают, составляет около 20-40 тысяч рублей, по сведениям оттуда. То есть, должно быть в два раза больше, как минимум. В 2021 году в Екатеринбурге это величина составляла 217 тысяч рублей. Ну, Екатеринбург далеко, да, плюс цены тоже такие вот были. В 2022 году считали тоже активно рабочую силу. Стоимость рабочей силы вот в феврале в республике Башкортостан, в Ишимбае было посчитано, что стоимость рабочей силы составляет 227 тысяч рублей. В феврале это, скорее всего, еще до роста цен на все товары. И вот в 2002 году же, ну, то есть, в этом году, в марте, как раз вот, ну, относительно недавно, именно во время повышения цен в Перми, эта величина составляла 295 тысяч рублей. И мы можем предполагать, что в связи с инфляцией, то есть, с повышением цен, причем все видят, что цены в два, в три раза выросли, и, соответственно, стоимость рабочей силы будет расти вместе с ценами и уже составляет приличную величину. При этом, не забываем, да, что я сказал, что в 2021 году средняя зарплата была 50-56 тысяч рублей, вот, а стоимость рабочей силы при этом 300 тысяч, то есть, почти в пять раз разница. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, по данным же статистики, естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной Российской Федерации достигла 1 миллион человек. То есть, если цена рабочей силы отличается от стоимости в пять раз, неудивительно, что просто у людей нет денег, чтобы воспитывать новых работников. Да, воспроизводить. То есть, если стоимость рабочей силы 300 тысяч, а человек получает 40 или 50, ну, он живет в плохих условиях, ест плохую еду, естественно, никак не может развиваться, обучение бесплатное, самое, ну, не самое плохое, но хуже, чем если бы оно было платным, естественно, никакого роста населения не наблюдается, а наблюдается закономерно его убыль населения. При этом, а куда же все эти деньги будут? Ведь все же люди работают и производят товары, обмениваются, продают, и у нас еще много производств, куда же деваются деньги, а вот куда. Значит, по данным... Да, при этом, в январе-сентябре 2021 года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, то есть, это бедники и бедные, 17 миллионов человек. В 2020 году, в такой же период бедных, было 19 миллионов человек. То есть, зарплата в 5 раз ниже стоимости рабочей силы приводит к тому, что у нас 20 миллионов бедных и 1 миллион убыль населения Российской Федерации. А куда же деваются деньги? В 2000... Forbes сообщает нам, что в 2021 году, по данным Forbes, 70 из 104 российских богатейших людей планеты увеличили свое состояние, и суммарно за год отечественные миллиарды разработали, разбогатели на 101 миллиард долларов до 576 миллиардов долларов. При этом 10 самых успешных прибавили 74 миллиарда долларов. То есть, вот эти деньги есть. 101 миллиард долларов, разбогатели они на 101 миллиард долларов до 576 миллиардов. Если даже брать по курсу, который был пару недель назад, 100 рублей для ровного счета, 101 миллиард долларов – это 10 триллионов рублей. Правильно я посчитал? 10 триллионов рублей. 10 триллионов рублей, если разделить на 20 миллионов бедных, то получится по 500 тысяч каждому. То есть, если бы распределение, вновь созданная стоимость у нас была справедливая, а не такой, какой сейчас богатый, богатеет, бедный, беднеет, то мы бы за один год, за 2021, мы бы избавились полностью от бедности, от 20 миллионов бедняков, просто переспределив справедливо, с точки зрения пролетарской, естественно, справедливости, вновь созданную стоимость. Сейчас, конечно, многие крупные фирмы, монополии индексируют сами, хотя они должны каждый год это делать по закону, но они сами индексируют зарплату своим сотрудникам, но на небольшие величины процентные, на 5, на 10 процентов. При этом, если цена на все товары повысилась в два раза, мы понимаем, что инфляция составляет 50 процентов. И если вам повысит зарплату на 10 процентов, то все равно рост цен намного опережает рост зарплат. При этом собственники производства могут со спокойной душой выступать в СМИ и перед работниками и говорить, мы же вам повысили зарплату на 10 процентов. Никогда такого не было. И почему вы жалуетесь-то? Вам повысили зарплату, что вы еще хотите? Но, как говорил известный ученый Максвелл, огромный шаг в науке был сделан тогда, когда человечество начало рассматривать все явления со стороны качества и количества. То есть, надо посмотреть, а на сколько повысилась зарплата. Повысилась на 10 процентов, а цены повысились на 50. И вот для этого работникам нужно понять, что сами капиталисты, они как богатели, так и будут стремиться богатеть, и не будут стремиться бедных водить из бедности. Потому что мы понимаем, что при наличии воли политической это можно сделать очень быстро. Но этого не происходит. И в этой ситуации, как уже много раз отмечалось, работникам они могут действовать только самостоятельно, взяв в свои руки это дело по повышению зарплаты. И объединившись в профсоюз, коллективно требовать, потому что в одиночку бороться практически невозможно, если только не какой-то уникальный специалист, которого нельзя вообще никем заменить. А в коллективе это сделать очень легко. Все законы у нас для этого есть. И нужна только воля коллектива организоваться, написать коллективный договор, где должна быть усмотрена норма, что повышение зарплаты должно быть, величина инфляции официальной, плюс какой-то процент. И эта зарплата должна стремиться к стоимости рабочей силы не для того, что, не потому что работники так этого хотят, или просто хотят тоже яхту, там, как у Абрамовича, а просто для того, чтобы население России не вымирало, чтобы были, воспроизводились квалифицированные рабочие, которые смогли работать на современных средствах производства, воспроизводили современные средства производства, чтобы экономика росла, и все общество жило лучше, и чтобы избавиться от бедности, само собой. И это единственный путь, и другого пути пока не просматривается, и условий никаких не создано. А условия для коллективного МРБ все есть, и не хватает только воли самих трудящихся. Поэтому всех призываю еще раз посчитать на калькуляторе доходы-расходы, величины инфляции, прикинуть, что нужно записать в коллективный договор, какую величину индексации, и стремиться к тому, чтобы требовать повышения зарплаты до стоимости рабочей силы, и рассчитывать стоимость рабочей силы в своем городе, по методике фонда рабочей академии, которая есть в интернете, и стремиться к этому. При этом желательно прописывать индексацию, чтобы она проводилась как можно чаще, потому что цены растут постоянно, и если у вас зарплата на одном уровне, а цены растут постоянно, то реальное содержание заработной платы все время падает. А оно поднимается только в момент индексации. Соответственно, чем чаще вы будете индексировать, тем будет это падение не таким большим. То есть оно будет все время, ну не падать должно, а все время повышаться. Поэтому расквартал можно индексировать. У нас на работе пару лет даже такое было, расквартал индексировали, но, естественно, ниже, чем уровень роста цен. Вот, наверное, все, что хотел сказать. Спасибо. Выступить. Пожалуйста. Ну, молодцы, на что бы я хотел обратить внимание. В вопросе борьбы за повышение заработной платы, естественно, опять мы начинаем с того, что необходимо агитировать. О чем агитировать, Сергей прекрасно рассказал, то есть посчитали, методика выработана, ну, нашли зарпад, условно 300 тысяч. И вот мы подходим к человеку, говорим, слушай, вот 60 тысяч получаешь. Ну, конечно, это гораздо лучше, чем в остальном регионе у нас на каком-то, ну, по региону с стороны, смотрите. Вот ты должен 300 получать. И в этот момент у него стопор. Он ты дальше не слышит, потому что ты предлагаешь что-то такое, что-то, ну, невозможное, поэтому что-то на тебя время тратить. Да, то есть, да, это классно, ты очень интересно расскажешь, действительно, ух, какая несправедливость, но это невозможно, поэтому не тратить мое время, пожалуйста, я пошел в работу. Возможно, целесообразнее идти таким путем, что объяснять необходимость повышения заработной платы именно правильно ее индексации, сверхунифляции. И вот этот ориентир используют уже в дальнейшем в разговоре как показатель, что, а вообще, а почему мы идем? Ну, по меньшей мере, мы идем к тому, что мы должны жить нормально вот с такой зарплатой. Да, сегодня мы, как бы, мы этого не имеем, но путь вот он. Есть индексация, есть весь инфляция, есть 10% пунктов сверхинфляции ежегодно, и будем постепенно стремиться. Закон позволяет, нормы Трудового кодекса можно привести к примеру, процедура потребляет, деньги у работодателей есть. Как правило, многие предприятия выложены, я сейчас на память не помню этот ресурс, но выкладываются финансовые отчеты для акционеров. Туда заходишь и смотришь, там он прямо написано. Вот столько-то мы потратили на оплату этих дивидендов, и там суммы десятки миллионов на 10 человек, условно говоря. И вот столько-то мы потратили на зарплату для 50 тысяч человек. Ну там тоже какие-то, то есть, ну несопоставимы цифры. 10 человек получают раз 5 больше, чем 5 тысяч человек там. Ну, как бы есть, откуда брать, есть куда расти. Вот такой авитационный приемчик, я хотел озвучить. Маленькое замечание. Очень, товарищи дорогие, индексация не является повышением заработной платы. Индексация – это минимальная отрие отрицательная компенсация потерь от инфляции. Повышение заработной платы это считается при этом содержании. Прошу просто не применять обертельник, повышение зарплаты, индексации. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Алексей Михайлович Чопа, Екатеринбург. Я по каурукфу. По поводу вопроса о борьбе за повышение реального содержания заработной платы. Этот вопрос, он напрямую связан с вопросом о режиме рабочего времени. В прошлом году мне довелось сделать доклад на эту тему о борьбе за режим рабочего времени. И также я указывал на это, что борьба за режим рабочего времени связана с борьбой за повышение реального содержания заработной платы. Два неразрывных вопроса. А сейчас в условиях, экономических условиях, которые складываются в нашей стране, это наиболее актуальные сейчас вопросы. Почему? Потому что, ну, во-первых, инфляция будет сейчас расти, да, очень сильно. Это все уже замечают. А как будет у нас индексироваться зарплата или повышаться, вопрос без участия коллективов, без коллективных действий, без борьбы за коллективный договор, будет, ну, как минимум, открытым. Вот. Также по режиму рабочего времени. И, значит, да, вот по поводу сложившихся экономических ситуаций, ну, значит, буржуазия у нас, я так понимаю, будет терпеть какие-то убытки или получать какие-то прибыли, доходы более низкие, чем до, скажем, до 24 февраля, да, лишнего года. И, естественно, она будет стремиться эти свои издержки, убытки или недо, недо доходы, так скажем, возместить за счет рабочего класса местного, да, российского. По-моему, это очевидно. Вот. И в связи с тем, что иностранные компании, да, уходят у нас с рынка в связи с санкциями, там, контрсанкциями и так далее, будет расти безработица в нашей стране. И что это значит? Это значит, что работодатель будет манипулировать, то есть на рынке труда вырастет предложение, то есть увеличится безработица и работодатель может манипулировать такой информацией, что если что-то не нравится, пожалуйста, у меня там 30 человек на место, пожалуйста. То есть бесплоченной борьбы коллектива опять же опор дать таким аргументам не получится. вот ну то есть хочу показать максимально, что вот эти два вопроса, вопрос о борьбе за режим рабочего времени и за повышение реального содержания доработной платы, они очень сильно связаны. Также опять же красные линии, вопрос, который проходит через все российские комитеты рабочих о сокращении рабочего дня тоже приобретает актуальность в том смысле, что безработица вот эта, о которой я говорил ранее, этих оставшихся временно безработы товарищей тоже нужно же будет трудоустраивать. и как аргумент ну надо сокращать рабочее время для того, чтобы появились новые рабочие места, новые смены. Тоже можно как-то вот так вот использовать. Спасибо. Федя Андреевна, Анатольевич, город Королев. Я хочу сказать добавок просто, как лишний аргумент со многими людьми разговариваешь с разных предприятий. Они говорят у них, что более-менее благополучные предприятия и у них там более-менее зарплата или еще что-то. На самом деле эти зарплаты все-таки далеки от реального содержания стоимости рабочей силы. Но в то же время может быть выше среднего какой-то по городу или еще что-то. Но так как капитализм он вообще чреват кризисами, войнами и так далее. всякими санкциями и мы это сейчас видим просто своими глазами и как Сергей уже статистику привел. Можно просто судя по этой статистике как взлетели цены люди которые не собирались вообще ничего делать никогда мы сейчас видим что они несмотря на то что у них более-менее зарплата они ее потеряли в два раза так как цены взлетели в два раза просто вот так что на любых предприятиях какие бы они ни казались люди должны организовываться там и что-то делать может быть даже если вы как-то слабо себе представляете как профсоюз организовывается организовывайте периодичные ячейки вам в этом помогут фонд рабочей академии или рабочая партия россии вот но самое главное мы видим тот факт что с каждым годом с каждым месяцем просто бездействие людей оно превращается в такие практические шаги буржуазии которые все эти противоречия которые возникают в системе они всегда восполняют свои недостатки за счет рабочего класса но пока рабочий класс не организован все будет очень плохо нужно будет просто отрабатывать грехи тех кто все это устраивает как бы вот так вот спасибо залили в тимур город ракутск хотел по поводу вопрос уточняющий спросить по поводу заработной платы и как это записать в коллективном договоре то есть если мы пишем двумя пунктами то что проводить ежегодно индексацию и второй пункт 10% повышения заработной платы то они с первым пунктом индексации будут как поступать ну вот у нас индексация 4% по сути 50-100% подняли цены сами то есть нам нужно также прописать то что это по расчету стоимости рабочей силы или согласно фонду рабочей академии или мы будем опираться на их данные что это 4% индексировать положено не ну в коллективном договоре нужно записывать что согласно ну статья трудового кодекса номер 134 134 статьи этого кодекса должно припяти проводить индексацию в размере ну величина инфляции за этот период плюс 5-10% просто по величине инфляции они скажут что 4% инфляции 4% инфляции плюс 10% так как это все получается 14 цены подняли на 50 ну на все кроме роста в месяц рабочей силы то есть мы минусы а количество индексации нужно в год проводить не одно а надо вот не один раз в год но чем больше тем лучше то есть можно вообще написать каждый месяц в коллективном договоре можно написать что угодно так они говорю каждый раз будут проводить индексацию пояснить хотели ну да собственно то что одобрил Михаил Васильевич какую формулировку индекс инфляции подсчитывается ежеквартально соответственно нужно записать так ежеквартально производить повышение заработной платы на индекс инфляции в предыдущем квартале плюс сколько-то процентов сверх этого индекса при этом всегда нужно помнить что в коллективном договоре который мы предлагаем на обсуждение на трудовой спор нужно записывать больше чтобы спорить с работодателем и чтобы иметь поле для маневров и для уступок соответственно не написать не 10 процентов которые мы реально хотим а 20 чтобы потом ну смотрите вы с нас три шкура берете мы и так вам уже 10 уступили не ваше, не наше вот то есть ну 10 возможно мы не знаем еще раз вопрос по поводу самой индексации то есть по поводу того что повышение заработной платы понятно мы сверху получим ежеквартально 10 процентов не, не, не ежеквартальная ежеквартальная индекс инфляции плюс 10 процентов он все равно официальный индекс инфляции он официальный официально он 4 процента или 8 процентов по факту 50 процентов соответственно вы записываете не плюс 20 процентов а плюс 150 процентов а плюс 50 Если изначально зарплата низкая, то вот как в Казахстане требовали работники нефтепромышленности и вот некоторые медики требовали, они прям в сходу требовали на 100% зарплату повысить. На 100%, то есть в два раза. А потом уже вот эта индексация по каждой 3 месяца. Если в каждом скачке может требовать то, что ничего, то опять на 100%. Нет, в коллективном договоре такая норма, в ежеквартале. Если не выполняет, то опять. Спасибо. Еще желающие выступить. Ну что, у нас на производстве вот два участка, участок механикал, участок энергетика. Вот я относился к участку энергетика, у нас было около 22 500, у энергетика 27. Ну, в общем-то, пришлось долго повоевать, чтобы нам уравняли оклады. И говорю начальнику, что же это такое вы делаете? Говорит, надо уже повышать зарплаты. А вам же уже повысили. Говорю, нам не повысили, нам только уравняли. Но дело в том, что с ростом цен уже давно пора было и механикам повышать зарплаты. И просто сварщики оттуда разбежались, никого нет, работать некому. Говорят работодатели, ну так извините, повышайте зарплаты тогда, и люди тогда пойдут. Он говорит, я не буду повышать зарплаты, ничего это делать не буду. Если что, вот всегда набирают каких-нибудь лизингов там вот таких вот, чтобы как бы работали много. Ну, они, конечно, за это будут платить, но за такое вот, то, что они так работают, но они вообще не замечают, сколько они перерабатывают. Платят там, ну, где-то тысяч, может, 70-75. Это по нынешним ценам, это вроде как неплохая сумма. Но, учитывая уже рост цен, такие зарплаты должны мы получать за те же 8 часов. Ну, вот, все, что я хотел сказать. Значит, я на что хочу обратить внимание ваше. Во-первых, вопрос заработной платы к разряду коллективных трудовых споров не относится. Все вот это законодательство, что там надо сделать и это, и это, и это, и это, а потом останавливать работу и так далее, не относится. Заработная плата для них свято, для нас тем более. Вот, это, как Константин Александрович покойный говорил, наш патриотический долг – забрать как можно больше денег у буржуев. Мы больше заберем, меньше уйдет за границу. Вот это задача, которую должен решать в том числе рабочий класс. Значит, вот здесь докеры, по-моему, в свое время рисовали картинку, как заработная плата меняется с индексацией, со всеми делами, и очень показательно, что она падает. Даже при сохранении процента, значит, увеличения заработной платы от инфляции. То есть инфляция 10%, заработная плата 10%. Вот эти 10%, да, за 3 дня. У тебя уже 30%, а потом тебе подняли на 10%, но эти 20% тоже выпало. Вот это четко доказывается. То есть, что индексация должна быть выше, так сказать, инфляция – это однозначно. Чем чаще это будет происходить, значит, тем эффективней, тем меньше потери. Вот это вот одна сторона. Так, другая сторона по сохранению заработной платы как таковой. Вот здесь вот прозвучало, заработная плата там такая-то, а реально вот такая. Потому что масса этих вопросов, почему реальная заработная плата ниже, так сказать, той, которая написана в бумаге. Значит, и основным, так сказать, посылом было то, что они вот взяли там, премию убавили, и все, и заработную плату подняли на 5%. А премию убавили на 5%. Зарплата не увеличилась. И что было, так сказать, этот инфляционный процент, он пролетает, так сказать, мимо. Он не компенсируется. Значит, в самом начале нашей работы, это вот где-то 95-й год, у нас постоянно практически стоял на повестке дня вопрос, вот как сейчас о колдоговоре, так о сохранении, значит, отечественного производства и повышение заработной платы. И вопрос о заработной плате ставился всегда так. Не просто размер заработной платы должен расти, а должна расти тарифная часть, вот та, которая неизменна. И на этом пути у нас были неплохие результаты. И на Красном Сормове, вот я знаю, у Дмитрия Васильевича тогда неплохо получилось, у нас на заводе тоже. Вот как-то мы об этом забыли, и как-то это отодвинулось. Давайте вернем на рассмотрение этот вопрос. Нет, говорили. А что повышать? Повышать просто массу, так сказать, денежную, что вот мы оплатили 100 рублей, а теперь стали платить 100 рублей 10 копеек, это одно. А когда было 100 рублей и премия 10 копеек, стало 100 рублей 10 копеек и премия 10 копеек, гривенник, извините, прибавился. Вот. То есть, вот этот момент, видимо, надо будет на рассмотрение, каким-то образом возвращать. И им заниматься, и понимать, что происходит. Ковин Павел Владиславович, кирпичный завод, город Новосибирск. То есть, ну, как бы так, вот идея такая пришла, что человек вот, ну, как бы спрашивают, а как вот реальная цифра на 50% выросли цены, повысили цены, а, ну, говорят, вот 4%, да, что вот раньше был, ну, как минимальный корзина, да, потребительская, то есть, вот она была, да, что, ну, возможно, надо опять так же привязаться к чему-то, например, то бишь, да, не к вот этой инфляции, которую кто-то там считает, у кого-то яхта на 100 долларов повысилась, а у кого-то хлеб возрос в два раза, там, ну, или более. То есть, и у них общий знаменатель, вот этот выходит, что, ну, там, 0,0, 3 копейки, грубо говоря. И, то есть, я имею в виду, да, вот реальный, как бы капиталист-то потребляет не продукты питания, там, вот, ежедневно необходимый, да, он потребляет, там, станки, вот это все, ну, как бы такое, да, ну, простой человек, он потребляет, ну, постоянного пользования на то, что больше всего, на самом деле, инфляция и бьет, а выводят они, как бы среднюю, да, вот этим самым, что как раз и привязать, как вот мы привязываем стоимость воспроизведения рабочей силы, то есть, какой-то, ну, набор продуктов, там, услуг и того всего, что, ну, как бы, и вот как-то инфляцию таким же образом, то есть, я имею в виду, считать. Ну, в принципе, все. Понятно. Если процент повышения инфляции, который, процент повышения зарплаты, сверхуровни инфляции значительно выше, чем сам уровень инфляции, то разницы-то большой нет. Ну, то есть, инфляция, это скорее формальность, формальность, на которую можно сослаться, как на основание, но если запрашивать, если совсем маленькая зарплата, то опять-таки, можно, во-первых, затребовать в результате коллективного трудового спора ее значительное повышение, как Сергей сказал, сразу там на 100%, а потом уже в коллективном договоре прописать такую меру, чтобы повышалась нижеквартально на 10%. Да, при этом, что хотела бы заметить, всегда же бухгалтер найдет, как придраться, и есть такая формулировка на 4%, плюс 4%, он может посчитать, не 4%, плюс там, например, 10%, да, если идет сверхуровень инфляции, то в некоторых формулировках бухгалтер может посчитать эти 10% от самого индекса инфляции, например, повысить зарплату. Поэтому нужно до мелочей, чтобы с самых извращенных точек зрения посмотреть на эту формулировку именно со стороны работодателя, чтобы двойных толкований быть не могло. Ну да, либо в коллективном договоре прописывать большой процент, либо в результате коллективных действий сначала отстоять требования повышения зарплаты, повышения процента тарифной ставки по отношению ко всему доходу работника, а потом уже прописать дальнейшие повышения. Уважаемые товарищи, напомню, что наш семинар под эгидой фонда рабочей академии, а фонд рабочей академии для кого-то может быть давно, для кого-то недавно разрабатывал с Федерацией профсоюзов России задачи коллективных действий. Вот как раз та мера, о которой хотел сказать Владимир Михайлович Кудряхцев, говорит о том, что увеличивалась всегда тарифная ставка. Сегодня вот в первом докладе это звучало, и я уже знаю, что ряд предприятий, ряд государственных корпораций выходит уже на тот уровень, что значит заработная плата делится на две части. То есть постоянная часть это в виде оклада тарифа, да, и переменная часть. Все то, что премии, что может быть или не может быть, прикрепляется, значит, в совокупности получается одна заработная плата. Вот значит такого уровня крупные предприятия я знаю, уже достигают. То есть 80% это непосредственно тариф или там окладная часть, и переменная часть она составляет всего лишь 20%. Это говорит о чем? О том, чтобы как бы себя значит не вел коллектив, то есть руководство, у руководства по отношению к заработной плате были рычаги намного ниже. То есть даже если не должном исполнении своих должностных обязанностей, человек страдает, грубо говоря, пусть если его на 100% лишается премия, он всего лишь лишается 20% заработка при всем максимальном этом сложении, а 80% заработка все-таки остается с ним. Вот это я думаю основной момент, на который хотел обратить внимание Владимир Михайлович, это раз. Второе, на мой взгляд, вот все мы сейчас говорим, как трудно в нынешнее время рабочему классу, почему значит рабочие специальности они не востребованы во многом, почему во многих рабочих специальностей уровень заработной платы достаточно низок, вот я вот знаю просто здесь вот уже энное количество электромонтеров собралось сюда у нас на заседании и показывает практика та, что средние вот даже где бы мы не работали, кто-то там в северных районах, кто-то в южных, кто-то значит в средней полосе, средняя заработная плата вот как Сергей Александрович сказал от 20 до 40 тысяч, это показывает тенденцию того, что это невысокий заработок, это показывает тенденцию того, что это заработная плата ниже средней по стране, это показывает то, что на такие непривлекательные рабочие места молодежь сегодня не готова уйти, потому что за такой заработок от 20 до 40 тысяч можно устроиться в какую-нибудь торговую сеть, будь то перекресток магнит и так далее, где не неся ответственности, грубо говоря, за проделанную работу, потому что все прекрасно понимаем, пусть она может быть и по времени совершенно другая, но и по нагрузке, и по знаниям она как бы не такая квалифицированная все-таки, как на производстве, то есть видим момент уравнивания, и здесь значит вопрос стоит, а в чем причина-то того, что наши рабочие места перестали быть востребованы, но вот если наверное отвечать на этот вопрос, это говорит о том, что сами мы не можем сегодня побороться за достойную заработную плату, а тогда чего, если мы этого не можем делать, ждать от молодого поколения, что они придут к нам на смену, то есть в первую очередь для того, чтобы это проделывать, чтобы молодые кадры пришли и учились работать, значит им нужна достойная заработная плата. Здесь вопрос тоже, Михаил Васильевич Попов не раз к этому моменту обращался, а какая достойная заработная плата, а вот работодатель считает, что вы достойны именно этой заработной платы, которую платят. То есть если как уже ранее было отмечено у коллективов есть воля к борьбе, то соответственно у этого коллектива будет тот заработок, который будет отвечать той покупательской способности независимо от инфляции. Мы забудем уже про инфляционную составляющую, потому что поднимите тебе, грубо говоря, добились вы в лучшем случае увеличение заработной платы в 2-3 раза. Также в 2-3 раза повысились цены. И опять мы пришли к одной черте, а опять нет роста. Вот наша задача, именно задача этого вопроса, чтобы у себя на своих предприятиях люди смотрели, то есть получается, что я вчера мог купить три батона за 10 рублей, сегодня я эти же три батона покупаю, только уже за 100 рублей. То есть ничего не меняется, цифры прибавляются, покупательская способность остается совершенно на том же уровне. И поэтому здесь вроде бы казалось бы и так все просто, и опять же приходится вот как Ксения уже озвучила, прибегать к творчеству всякими уловками, и действительно, чтобы вот этот вопрос трактовался однозначно, потому что ведя коллективные переговоры, представители работы дателя задают вопрос, это точная формулировка, вы точно этого хотите, вы ничего не ошибаетесь, а потому что действительно именно так может произойти, то есть инфляция составила 5%, а вы еще попросили 10%, они берут 10% не от заработной платы, а от инфляционной составляющей, в итоге у вас реальный рост 0,05 получается, есть реальный рост, есть, но мы же, вы же не говорили, какого реального роста вы хотите, вот в общем всякая хитрость, но прежде чем как бы опять идти, надо понимать самим активистом и коллектив чтобы понимал, то есть какая мера должна быть под этим пунктом заложена, то есть что мы хотим в итоге от этого получить. Ну, а проанализировав, я хотел поблагодарить Сергея Александровича за такой прекрасный доклад, на мой взгляд это очень хорошо отражены все тенденции того, что происходит, то есть человек подготовился, сделал блестящий анализ всего происходящего, то есть всю ситуацию по заработной плате мы видим, мы видим все проблемы, очередной раз убеждаемся в том, что независимо от географического положения, проблемы у нас у рабочих у всех одинаковые, но единственное, что остается это собрать волю и бороться. Всем желаю в этом успеха. если больше выступлений по данному вопросу не будет, предлагается значит зачитать, ознакомиться с проектом постановления по данному вопросу, чтобы взять его за основу и записать. Постановление Российского комитета рабочих борьба за повышение реального содержания заработной платы Российский комитет рабочих отмечает, что в условиях галлопирующей инфляции, грозящей массовой безработицы на фоне закрытия предприятий, попыток владельцев средств производства переложить свои убытки на плечи работников, борьба за повышение реального содержания заработной платы приобретает особое значение. С целью повышения эффективности борьбы за повышение реального содержания заработной платы Российский рекомендует 1. Создавать на предприятиях профсоюза рабочие секции в действующих профсоюзах инициативные комитеты по установлению рабочего контроля за деятельностью предприятия. 2. Подавать коллективное обращение к правительству Российской Федерации с требованием введения внешнего управления или национализации закрываемых предприятий. 3. Подготавливать и коллективно выдвигать письменные требования, которые работодатели обязаны рассматривать, если за них высказалось более половины работников, направленные на обеспечение полной занятости и исключение простоя и массового управления работников в неоплачиваемые отпуска. 4. Составить свой проект прогрессивного коллективного договора, в который включить положение по обеспечению занятости, повышению рельного содержания заработной платы и сокращению рабочего времени, такие, как уволение работников только по согласованию с процессорганизацией, ежеквартальное повышение заработной платы на 20% выше текущего уровня инфляции, повышение заработной платы по мере роста производительности труда на предприятии и роста рублевых цен на выпускаемую на экспорт продукцию, сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы и выставить принятие этого проекта в качестве требования к работодателю. Пятое – проводить коллективные действия в поддержку своих требований, такие как работа по правилам, выполнение норм на 101%, отказ от сверхрочной работы и работы по выходным. Работа только на исправной технике, коллективные переговоры и коллективные трудовые споры, включая предоставленные Конституцией Российской Федерации и Другим Кодексом права на сбастовки. Залогом успеха такой борьбы является ее шарта и массовость. Необходимо не только развернуть борьбу на каждом предприятии, но и координировать действия коллективов через городские объединения рабочих, а в масштабе всей страны через российский комитет рабочих. Уважаемые товарищи, предлагается зачитанный проект постановления принять за основу, потом запишем. Прошу голосовать кто за, кто против, воздержавшись единогласно. ПЕСНЯ ПЕСНЯ